Всем привет! Сегодня я хочу показать вам одно интересное плетение, с помощью которого можно делать ланьярды, но я из него хочу сделать поводок. Поводок подойдет как для крупной собаки, мелкой собаки, в принципе, любого четырехлапого домашнего животного, кролика, хорька, в принципе, это без разницы. Есть у меня паракорд вот такой интересной расцветки. Он, кажется, фиолетовым, но на самом деле состоит из двух. Вот, видите, две нити, оранжевая и синяя. Паракорд производства компании ProCord. Ребята находятся в Харькове, занимаются производством вот такого очень-очень качественного паракорда. Это не реклама, это правда. Так, что нам нужно для того, чтобы сделать наш поводок? Да, ну вот я подготовила две петли, которые будут одеваться на руку и закрепила их вот здесь алмазным узлом. Как делать алмазный узел, я рассказывала. Теперь, что еще нам нужно будет? Нам нужно будет приспособление. У меня это вот такое приспособление. Если кто не знает, это вынос руля велосипедного. Вот, но, в принципе, эта часть нам не важна. Нам нужен вот такой цилиндр с двумя закрепленными перпендикулярно цилиндру какими-то, ну, либо пластиковыми, либо деревянными, либо железными палочками. Достаточно тонкими. То есть это может быть просто кусок трубы и приклеенные туда внутри вот эти две такие палки. Все что угодно. Ну вот, я использую такую штуку, ее вот удобно держать в руке. Ну и вот была в хозяйстве, как говорится. Так, теперь, что мы делаем? Мы берем наши петли и просовываем внутрь нашей приспособы, будем так говорить, да? У меня вот моток паракорда такой. Здесь в нем 20 метров. Благо, разматывать его не нужно. То есть вот моток лежит там, где это, пусть лежит. Теперь, что мы делаем? Вот, пропустили, да? Вот наш узел, петли, все здесь. И мы нашим паракордом пишем букву Г вокруг вот этих вот наших, ну, оснований будем говорить. Пункт, пункт. Вот написали букву Г. И еще раз делаем, ну, как бы обхватываем наши палочки. Вот получаем такую конструкцию. Теперь наша задача взять вот нижнюю часть, вот вторую, и накинуть ее сверху. Оп! Накинули. Фишка в чем? Не нужно ничего затягивать. То есть просто, просто плетем. Теперь мы поворачиваем по часовой стрелочке наш агрегат. Держим. Вот здесь я придерживаю большим пальцем. Вот видите, здесь как бы две нити, и здесь тоже на палочке две нити. Придерживаю. И нижнюю, подцепляю нижнюю, и засовываю ее вот таким вот образом наверх. Сместила. Снова поворачиваю на 90 градусов. Повернула, держу пальчиком. Нижнюю петлю взяла, продела, накинула сверху. Повернула на 90 градусов. Нижнюю петлю вытянула и накинула сверху. Вот она пошла у меня сверху. Повернула на 90 градусов. Нижнюю петлю опять взяла и снова накинула сверху. То есть вот наше плетение, оно уходит вниз. Оно вот уходит сюда, в это отверстие, да? И плести достаточно удобно. Снова поворачиваю на 90 градусов. Держу конструкцию. Большим пальцем держу паракорд. Нижнюю петельку снимаю. Снимаю и накидываю сверху. И так можно делать до желаемой длины изделия вашего. Я так думаю, что мой поводок будет длиной где-то метра полтора. Приблизительно. То есть вот таким вот макаром, да, я должна сплести полтора метра плетения. Сложного в нем ничего нет. Главное не слишком перетягивать. И тогда будет плетение похоже на такую цепь. То есть действия однообразны абсолютно. Вот. Петельку еще раз сверху накинули. Вот эту штуку можно опустить. На 90 градусов повернули. И следующую петельку сняли. И сверху закинули. Снова на 90 градусов повернули. Вот что еще хочу сказать. Ведущая нить всегда должна быть сверху. Петелька наша, видите, вот она. Вот она снизу. Снизу я ее беру. И наверх накинула. И снова на 90 градусов поворачиваю. Ведущая нить, видите, идет сверху. Ну вот, собственно, и все плетение. Еще раз повторюсь, затягивать его не нужно. Потому что будет плетение некрасивое. Оно должно идти свободно. Свободной походкой от бедра. Ну вот, все. Сейчас попробую закончить. Пока нажму на паузу. И покажу, что получится. Итак, вот что у нас получилось. Получился у нас вот такое вот плетение квадратное. Оно очень мягкое. Оно очень гибкое. Как видите, гнется в разные стороны. Здесь полтора метра. Полтора метра плетения. Напомню, всего было шнура. У меня 20-метровый моток. С одной стороны мы оставили вот такую вот две петельки. Мы их оплетем коброй, либо королевской коброй. Скорее всего, обычно ее удобнее держать в руке. И вот здесь вот у нас алмазный узел. И сразу же пошло плетение. Пошло плетение. Наш поводочек. Вот так вот мы его закончили. Вот оно. Теперь, что мы делаем? С этой стороны у нас еще осталось 5 метров паракорда. Этого хватит и на ручку, и для того, чтобы закончить с этой стороны наш поводок. находим хвост. И в этот хвост продеваем карабин. Вот такой вот я взяла карабин. Достаточно крепенький. Ну, самый обыкновенный карабинчик можно брать. Продеваем раз. Паракорд путается, как обычно, тут перекручивается. Ну, это не страшно. Так, продели. Продеваем раз. Продеваем еще раз. То есть наша задача зафиксировать карабин вот здесь, на конце нашего поводочка. Да, я думаю, что нужно еще раз продеть. Смотрите, что я хочу сделать. Продеть вот здесь несколько, ну, три, наверное, три раза нить, и вот здесь завязать алмазный узел. Продеваем второй раз. Итак, вот мы засунули карабинчик наш. Да. С одной стороны у нас метр веревки, метр паракорда, с другой стороны вот чуть больше полутора метров плетения. Итак, что я хочу сделать здесь? Все-таки здесь достаточно должно быть надежное место соединения. То есть я делаю, что? Я беру хвост паракорда и продеваю вот в наше плетение. Ну, например, вот. Например, вот так. Можно воспользоваться, конечно, иглой, но я уже справляюсь и так, поэтому вот так. Делаем такую штуку. И дальше мы делаем сначала немножечко плетение, а потом алмазный узел. Итак, делаем плетение. Плетение это я тоже показывала. Ковбойская петля, так называемая. просто достаточно симпатичное и надежное и интересное плетение. Оп! То есть, вот видите, мы делаем как бы такие петельки. теперь петелька сверху еще сделаем немного. петелька снизу. Петелька снизу. Ну, и можно еще одну сделать сверху и снизу. Ну, получаем такой рисуночек. С этой стороны и с этой стороны. В принципе, на этом можно было бы, наверное, даже и закончить. Но давайте все-таки для пущей надежности, все-таки поводок, сделаем здесь алмазный узел с одной стороны. Опять же, как его делать? Я показывала. Петелька раз, петелька два, сверху, снизу, сверху. Цветочек получили. Сверху. Сюда. И в этот же центр мы продеваем наш вот карабин. Вот так. И теперь уже затягиваем наш узелок. Сейчас закажу, затяну и покажу, чем закончилось. И вот, что у нас получилось. Наш поводок, кусочек плетения и наш узел. Здесь мы, как обычно, обрежем и заплавим. Но не забываем о том, что у нас остался еще недоделанная работа. Вот эта петля, которая оденется на руку. Ее мы можем оплести, в принципе, другим цветом. Но как-то мне понравился этот цвет. Вот. И хочется сделать одинаковый. Весь одноцветный, одного цвета наш поводок. Поэтому я буду делать наверное, все же таки такого же цвета и ручку. Итак, что мы делаем? Мы просто берем вот с какого-то хвоста, например, вот с этого. Вот с этого, например. И оплетаем нашу ручку паракордом. Оплетать будем коброй. Почему коброй? Потому что кобру удобнее держать в руке. понадобится нам на оплетку где-то около двух метров приблизительно, может быть, чуть-чуть больше. Ну и вот таким вот образом я уже тоже показывала, как плести классическим плетением кобра. Вот, как видите, узел номер раз. И вот такими же узелками мы пройдемся по всей вот этой окружности. Сейчас доплету и покажу уже конечный результат, как выглядит поводок из паракорда. Уже обрежу лишние хвосты, все закончу и покажу. И вот что у нас получилось. Вот она рукоятка нашего поводка. Вот здесь она собственно завершается. Ну он был у нас, неправильно сказать, завершается. Был у нас этот алмазный узел. Рукоятка просто оплетена отдельным куском паракорда. И с этой стороны карабин, опять же узел, немножечко плетение одного и уже поводок основное плетение. Дальше, что я хочу сделать. Тут, как видите, все уже обрезаны кусочки. Вот этот шнур, который у нас выходил из алмазного узла. Что я хочу сделать? Я хочу его заплести вот сюда еще немножечко в основное плетение, чтобы, скажем так, увеличить надежность. Так, выберем, ну, например, например, вот эту нить. вот так, чтобы было симметрично, да, видите? И выберем, например, вот эту нить. То есть, мы сейчас просто проплетем буквально двумя-тремя штрижками наше основное плетение. Опять же, повторюсь, это исключительно для надежности. То есть, если у вас какая-то небольшая собака или небольшое другое животное, то, в принципе, этого можно и не делать. Но этот поводок идет не, ну, скажем так, не заказной. То есть, я не знаю, кого на нем будут водить. И поэтому лучше вот так вот, скажем, предохраниться от того, что он может порваться. Ну, вот, как видите, в круговую я сделала буквально несколько плетений. Наверное, сейчас еще парочку и можно будет заканчивать. Вот, одно пропустим. Ну, вот так давайте еще одно. В принципе, можно было бы, конечно, доплести его до конца. Ну, вот этот кусочек, 15-сантиметровый. Ну, я не думаю, что это будет иметь слишком большое значение в последующем. Так, все, вот теперь точно последний штрих. Вот так. И вот здесь мы сейчас обрежем и вплавим наш кусочек в основание плетения. Обрежу я чуть-чуть больше, чем всегда. Ну, где-то, где-то вот, где-то вот так, наверное. где-то сантиметр. Как обычно, вырежу внутренние нити. и заплавим, вплавим наш паракорд в основное плетение. точка специально оставлена такая большая, чтобы вот не разошлось наше плетение. Так, по остаткам. Еще раз хочу сказать, всего было паракорда одного цвета, один кусок был 20-ти метровый. вот кусочек 15 сантиметров, вот два кусочка маленьких и вот кусочек чуть-чуть побольше, ну, здесь где-то сантиметров 25-30 максимум. То есть, в принципе, мы использовали наши 20 метров паракорда по полной программе. Длина вот этой части полтора метра, то есть, самого поводка, плюс здесь карабин с этой стороны и длину ручки сейчас измерим. Итак, длину ручки в сложенном состоянии, длина ручки нашей 20 сантиметров, ну, 20 с узлом, то есть, где-то 18-19. Вот так. Ну, в принципе, держать удобно, можно даже попробовать его держать вот так, ну, все зависит от руки, от вашей, от того, как вы привыкли. Вот такой вот получился поводок из паракорда. Всем спасибо, жмите колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь, пока-пока!